Добрый день! Городинская сельская библиотека приглашает вас на знакомство с Ануаром Алимжаном. Его полис «Возвращение учителя» выбрал в 2020 году для всеобщего прочтения в рамках акции «Одна страна, одна книга». Ануар Алимжаном – казахский писатель, публицист, общественный деятель. Родился в 1930 году в маленьком ауле Карлогарш, расположенном в одном из живописных ущельев Джунгарский корн. В 1949 году закончил Липпинское педучилище, а затем отделение журналистики Казахского государственного университета имени Кирова. Журналистскую деятельность писатель начал в областной газете «Алматинская правда», был корреспондентом в литературной газете о Средней Азии. Ануар Алимжаном из числа тех, кому выпала возможность, как журналисту-международнику, посетить многие страны мира – Пакистан, Индию, Марокко, Турцию, Африку, Европу. Это не полный перечень его континентов, к которому он был связан. Произведения Ануара Алимжанова высоко оценены во всем мире. Они переведены на языки народов СНГ и зарубежных стран. Среди африканно-азиатских писателей Ануар Алимжанов одному из первых в 1985 году была присуждена Международная Премия Народной Республики Конго за укрепление дружбы и сотрудничества между народами Азии и Африки. Первая книга Ануара Алимжанова «Белый друг, желтый друг, черный друг» – это репортаж Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, который прошел в 1958 году. Очерки и рассказы, созданные в результате многочисленных журналистских поездок Алимжанова по странам мира и континентов, было написано 50 тысяч миль по воде и сущему. В основу книги легли впечатления путешествия и наблюдения автора. Интересно, живо написано, рассказывается о дворцах и ленских музыкантах, о жизни народов африканских стран, о жизни турецких рыбаков, о встречах простыми людьми Греции и Италии. В сборник «Пылающее копье» вошли в полиски и рассказы, в очерки о людях разных стран и континентов, о том, кто боролся и продолжает борьбу за лучшее будущее из своего народа. Герои произведения, давшие название книги «Один из борцов за независимость» Кении. Роман «Ганец» рассказывается о союзе казахского народа с русским народом. Казахи в прошлом постоянно находились под угрозой исчезновения и в результате натиска в Унгарский канал, так же, как на протяжении многих лет, вторгались на казахские земли. Очевидно, что в этом смысле адъективно-прогрессивную роль сыграла союз казахских племенов с Россией. Роман «Сталила Махамбета» посвящен жизни и творчеству поэта Махамбета Утимисова, основоположника гражданской поэзии, ставшего одним из руководителей народного движения XIX века против произвола казахского хана Джинбера. Повесть «Возвращение учителя» Писатели отправляются по следу своего великого предка, генерального ученого-философа Альфа Раби, который жил и творил Атрали и чье имя известно на Востоке. Книга была издана в 1978 году в Москве. В ней автор описывает душевное состояние, печальные воспоминания главного героя, она всегда потеряна в Кепчакской землодине, а также рассказывается о скитании философов, поисках истины, столкновениях с властью во дворцах-темницах и о многом другом. Новые книги «В разные годы» Ануара Альмажанова включают избранные репортажи, очерки, статьи, выступления. Литературный эссен написан за четверть лета и деятельности писателя. Творчество Ануара Альмажанова – это культурное достояние нового Казахстана. Пришло время ознакомить его с новым покорением читателей, потому что такой писатель заслуживает своего посмертного зачтения на родину. Подобно Альфа Рад. Спасибо за внимание. Приятного прочтения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...